Музыка выключилась. О, все, люди набивают. Все, приятного просмотра. Смотрим, друзья. Это будет круто, я уверен. Так, а что, мы это выкинули. Блин, а что? О, так. Вот, все, это будет круто. Все, разминается у нас. Рой, у нас снимает. Спасибо Рою. А, нет, не Рой. Мане снимает матч. Мане, спасибо большое. Орест, вроде Мане зовут Орест. Спасибо большое, дружище, что ты снял эту игру. Ну, а мы с вами будем наслаждаться ей. Арсенал против Челси. А помню, Арсенал, если выигрывает, Арсенал выходит на первое место в турнировой таблице. Если Челси выигрывает, то он занимает шестое место. И, в принципе, максимально плотно будет отставать от Вектора на 2 очка. И, вроде, игра еще будет у них. Я не знаю, будет игра у Челси с Вектором. То есть, там еще решается. Так что, у Челси будет хороший потенциал, чтобы проходить. Ну, смотрим. Челси выбрал синий цвет. Цвет. Алан Волкер у нас на опорной зоне играет. Драгба и Рой играют в нападении. Это на буфонах они играют. Как бы стандартно полузащитник играет в опорной зоне. А вратари играют в напе у нас. И состав Арсенала это Альманжо. И нападающие Хинаро и Дани. Смотрим. Пока в центре борьба, конечно, идет. Вот Дани здесь неплохо продавливает. Прошел все-таки пас на сквозь центр. Вот Дани здесь пытается неплохо. Неплохо пробить. Как-то про скиллу поднять. Ну, конечно, сложно. А Рой понимает, что надо делать. Вот здесь Альманжо. Хорошо. Делал между нападающих. Челси отдавал. Здесь Даблом дальше отдает манш. И Даня здесь можно продавить. Но Волкер неплохо. Вот. А-а-а. Вот Даня здесь Драгба скинул на Дани. Тут даже не ожидал вот такого сюрприза. Вот здесь можно было выйти. Но Манджутич на месте. Манджутич должен успевать на Ибрагимовича. Да, успевал. Ой-ой-ой. Что делать с Драгбой? Поднял. Вообще сильнейший здесь Альман Волкер бы не привезти. Здесь Дани. Дани отталкивал Волкера. Очень сильно отталкивал. Очень хорошо. Здесь Хинаро. Что дальше с мячом у нас? Эль Манджу. Хинаро. Вот поднимает. Ну Волкера. Ну Манджу. Арсенал выглядит. Выглядит помощней. По скилле. Ну он чуть драгбе пока не ведет там. То он скинул на Дани. То его поднял. В Манджутич вот так круто очень было. Поднял. Вот здесь. Хотя Алан Волкер неплохо вроде тоже. Додает передачи. В принципе все должен делать. Здесь Рой неплохо скидывал. Вот Дани. Вот здесь Волкер правда поднялся очень сильно. Вот Адабл Атарсенару. Был на Дани. Прочти прошел. Волкер мне кажется уже в последний момент понял. Что будет среагировал. Точнее даже. Что будет делать Хинаро. И смел заблокировать вот эту пас. Вот эту передачу. Было очень опасно. Здесь 2 в 1 оставляют. Манджутич поднимет Роя. Вот здесь важно не ошибиться для Манджа. Потому что контратаки от Челси. И гол может забить быть. Будет забит. Вот здесь Ройчик попробовал. Хорошо. Вроде кстати скин Шредера какого-то похож на Шредера. Это так. Минутка отступления. Здесь Мандж перехватывает пас. Смотрите. Мандж ведет. Дальше скидывает. Ну. Хинаро не успел. Вот дальше. Хинаро. Хорош. Хорош. Вот это залетел. Офигенчик. Вот это скилл. Ну реально Арсенал хороший с голову. Блин. Прям точно. Уликательный гол. Просто невероятный. Фантастичный. Я не знаю дальше что сказать. Потому что. Очень хороший скилл. Продемонстрировал игру. Это опять же. Опять же читаем. Прочитал Манджукич. То что Волкер будет давать вниз. И сам сместился вниз. Скинул на Хинаро. Тот вообще сделал дабл. Офигенный. Прям очень точный на Дане. Но здесь скилл конечно командный. Тоже скилл. Потому что можно сказать. Что Даня нашел место. Куда нужно убегать. И был очень хороший гол. Это было очень круто. Альманш. Дальше на Хинаро скидывает. Вот. Атака Арсенала продолжается. Смотрим. Центр поля. Мяч покидывается. Ну сейчас я очень сложно. Очень сложно. Ну конечно. Понятно. Манджукич подключается в атаку. Дани. Манджукич. Манджукич пока все идеально сегодня делает. Пока. Чтобы не наврочить его. О Манджукич. Хинаро. Опять же на Дане. Отличную передачу делает. Но здесь просто уже игроки Челси смогли накрыть. В том эпизоде Дани был один. А здесь уже его Рой накрыл. Уже понимал Рой. Что вот. Нужно вот такой накрывать. Вот здесь Манент залагал. А все уже. Уже легче. А Манджукич нам отдалил камеру. Ну пусть так и будет. Эй. Алан Волкер. Поднимает Волкер. Неплохо. Дани. Еще раз. Ой. Манджу между. Хотел прокинуть. Хинаро. Ну очень Арсенал. Командно выглядит очень хорошо. Очень сильно. Очень Мандж сегодня показывает. Пока игру. Пока. Вот здесь смотрите. Опокитрил опять же Драгбу. По борту. Все таки выиграл. Вот. Вот здесь ошибочка. От Манджу Драгба. Сможет вывести. Нет. В угол себя занес. В угол. Здесь передачу. Гол от Роя. Хорошо. Доработал Челси. Ну и Драгба все таки отдал точную передачу. Как бы там не было. Точную передачу скинул на Роя. Возможно это все выглядело не так красиво. Как забивший гол Арсенала. Но. Все же тоже командный скил. Рой нашел место. Рой понял куда нужно подключаться. И Драгба прочитал куда Рой будет бежать. Скинул идеально. Идеально пробит. Причем пробило было между двоих нападающих. Арсенала. То есть между Эль Манджо и между Хинару. Был этот удар. Этот гол забит. Поэтому было очень круто. Алан Волкер. Рой. В случае ничьи у нас. Если не будет ничья. То у всех команд. Первых четырех команд будет по 25 очков. Если будет ничья. А у Челси будет 15 очков. И получится. Что три команды будут иметь 15 очков. И четыре команды будут иметь 25 очков. Это у нас. Ой. Манджокич. В конце. Как же продавил. Как же человек не боится идти вперед. Вот это было очень тоже неплохо. Хотя он понимал. Что если бы мяч забегал за спину ему. Он мог бы там не успеть. И все таки Арсенал выходит с перерывом. Но я все таки договорю. Если ничья. То получится. У Тузы. С Крылик. С нами. Арсенал. Будут иметь 25 очков. Это четыре команды. И я тоже проверю. Уйдет ли у меня стрим. Я тоже проверю. Что все проверяют. Я тоже проверю. Ну у меня тоже идет стрим. Так что все хорошо. Вот. Было очень круто. Смотрим дальше. 2-1. В пользу Арсенала. Меняются сторонами команды. Арсенал уже синий цвет выбрал. Ну должны они перейти за синий цвет. Потому что стороны меняются. И ждем Махинару на поле. А так то игра очень крутая. Что от Челси. Что от Арсенала. Да. Где-то Челси проигрывает. Арсенал успевает. Скилл возможно немножко Арсенала получше. Ну по командной игре Челси выглядит неплохо. Дефи играют. Стараются сыграть аккуратней. Ну сложно зауспеть за Арсеналом. Потому что когда игрок убирает. Или Манш поднимает одного игрока. То нужно понимать. Что остается 2 на 3 игроков. То есть 2 в 3 остаются. И там же Арсенал может раскатать. Как это было в первом голе. Вот. И Маджукич очень хорошо пока играет. Хотя гол и пропустил. Но все же сложно сказать. Что это гол Маджукич. Сейчас даже я думаю нельзя так сказать. Дали прострелить. Рой там уже между двоих выкидывался. То есть там не гол Маджукича. Как я считаю. Все таки гол защитников. Дани и Хинара в том эпизоде. Хинару скорее всего. Потому что дал прострелить. А Дани то что там уже дал пробить. Вот. Ну. Получилось так. Но 2 забили. И смотрим 2-1. Еще 10 минут игры. Еще все может поменяться. Челси настроен выигрывать. Ну а что Арсенал у нас. Что с Хинара у нас случилось. Мы ждем Хинара. Что там будет. Сейчас посмотрим. Сек пишет Эльманжо. Вот Хинара заходит. Есть Хинара. Капитан команды Арсенала. Мирослав у нас напишет го. И мы смотрим за вторым таймом. Вот так. Мане оператор нас спрашивает. Все ли готово. Все ли заебись. Все вроде хорошо. Манж. Двое. 2-1. А ты что уже Мана дал. Да. Потратил 100 баксов Мане. Ну и мы начинаем. Алан Волкер. В опорной зоне остается. Дракбай и Рой. Это пара нападающих. Которые играют на буфоне. У команды Арсенала все в принципе тоже так же. Здесь было опасно. Очень агрессивно Арсенал начал. И если бы быстрый гол забили. Забил бы Арсенал. Было бы для них очень хорошим этим результатом. Сейчас бы такого. Если бы забить гол. Но мяч не залетел. И Челси ему имеет шанс сейчас бы отограться. И уже с 2-2 поехать. Как бы как 0-0 сказать. Да. Челси уже привык к Арсеналу. Уже понял. Знаете. Главное почувствовать. Команду. Вот Рой. Какой скилл хорош. Вот это Рой замутил. О боже ты мой. Какой это матч. Вы видели это друзья. Это можно в повторе замедлять. Как он убрал. Да. Не сразу мяч залетел в ворота. Но там скилл. Реально скилл. Там же Алан Волкер. Алан Волкер хорошо прочитал Драгба. То есть. Когда Рой убрал нападающего. Вроде там был и Хинаро. А Хинаро очень сложно убрать. Будем откровенны. То есть. Нам нужно иметь хороший скилл. Чтобы смогти убрать Хинаро. То. Уже понял. Алан Волкер. Вот. Начал нажимание. Пошел. Драгба пошел. Нажимание. И. Этот гол командный был забит. Хотя. Понимаем. Что. Скилл Роя. Там тоже был. То есть. Не любой человек. Такое. Такое бы сделать. Не смог. Здесь Манджуки уже подключается. Может. У Манджа тоже нервы поддевают. Потому что. Опять же. Гол не Манджа. И вот здесь Хинаро. Может. Алан Волкер успевает. Успевает. Волкер свой опорник. Успевает. Но здесь опять же. Ой. 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 Ну. Здесь Рой уже свои убил. Хотя он защищал. Понятное дело. Понятное дело. Рой и хотел выбить этот мяч. Ну. И чуть не подфартило. Чуть не подфартило. И. Как-то в защите сыграли в этом эпизоде. Плоховато Челси. Потому что. Ну. Что-то такой сильной комбинации от Арсенала. Я не увидел в этом эпизоде. Там больше ошибки. Ошибки Челси. Произошла. Позиционно. И. Смогли пропустить. Арсенал такая команда. Что любую ошибку она наказывает. И вот. Уже наказали. 3-2. Арсенал уже в третий раз выходит. В этом матче. Вперед. Ну. Посмотрим. Как дальше будет. Еще 7 минут играть. 8 минут играть. Я вам напомню. Еще третий тайм. Пятиминутка. И здесь еще 3 минуты. Поэтому смотрим. Драгбан. Здесь можно побежать. Попробовать убежать. Мне Хинара отталкивать. Не дал Драгбен. Не дал. Не дал. Пройти. Вот Даня против Алан Молкера. Кстати. Алан Молкер опорник. И можно ошибиться. Нет. Даня продалкивает. Продавливает. Ну. Это жаль. Ну. Опять же. Буфон. Буфон. Решил. Да. Буфон. Буртили Врагимовича. И. Продавил. Продавил. В этом эпизоде. Алан Молкер еще немножко отошел. Даже. Вот. Может надеяться. Что как-то сможет он еще выбить. Эээ. Именно не продавка. Выбить. А выбить. Ну. У вас здесь Хинара забивает. И уже дальше идет разгром. И я напомню. Это уже получается счет. У нас счет. Ой. Какой уже счет. Боже ты мой. Это был 2-2. Закончился первый тайм. Здесь 5-2. На плюс 3. Уже Арсенал. Очень быстро отыграл. Но здесь Ройчик делает. Забивает. Вот это был хороший. Скилловой гол Челси. Тоже хорош. Но Челси тоже хорош. Я вам скажу. Хорош Челси. Чуть-чуть может где-то не хватает. Но. Челси еще форму. То есть. Подберет еще форму. Ээ. Несколько матчей. Несколько туров. То есть. Челси тур за туром. Вот. Матч за матчем играть. Все лучше и лучше. Поэтому. Челси по такой игре точно выйдет в плей-офф. Я думаю. И. Если это так. Если это действительно будет так. Челси выйдет в плей-офф. То он сможет легко побороться. Даже со вседаном. Даже с тузами. Потому что они будут играть. Матчем в матче. Лучше все лучше. И. Могут выиграть. Вот здесь. Вон. Волкер. Ой. Хорошенький. Так было опасно. Но. Получилось все прикольно. Прикольно получилось. Волкер тоже скилловый. Пацан. Дани. Дани. Но не залетел. Не залетел. Уже так на пафосе от борта. Хотел забивать. Без пушки. Без ничего. Хотя. Если бы конечно зажал пушку Дани. То. Мяч бы не долетел. К воротам. Не долетел. Вот здесь. Маджуки. Драгба уже пробует. Пустые выйти кстати. Но это у нас 5-3 счет. 5-3. В пользу Арсенала. Но. Два мяча. Конечно. За 6 минут. Реально забить. Вообще спокойно. Смотрим. Дальше за игрой. Рой. Рой сегодня хорош. Смотрите. С дабла. Но ничего опасно было. Маджуки здесь себя поднимать. Кстати. Неплохо. Ну. Можно отметить и Манджа. То есть. Смотреть на 3 мяча. Забитый. Да. Челси забил 3 гола. Но. Чтобы сказать. Что Мандж виноват. Я не могу. Я не могу. Мандж поднимать. Мандж играет. Мандж выдает пасы. Все что делает топ игрок в мегаболе. Это и есть у Манджа. И он сегодня это показывает. Опять же. Манджуки. Чедание. Манджуки. Смотрите. Подавляет. Мандж агрессивный какой. Подавляет. Мандж. Ой. Но здесь Мандж уже ошибся. Ошибся. Да. Команда ошиблась. Драгма забивает. И это. Уже опять. 4 счет. И неужели. Может камбэк. Потому что Мандж. Мандж хотел. Мандж агрессивный. Он очень в атаку. Знаете. Лезет. Он любит атаковать. И. Он понимает. Что. Вот. В такой позиционке. Мандж себя наверное лучше всего чувствует. Вот. Где он сейчас находит. Ой. Как оно так вылетает. Ну как это такая командная игра. Просто не перевернует. Он же фантастическое. Ну. Я не знаю. Оно как-то так быстро вылетает. Прямо на Дани. Дани бьет прямо в дальний угол. И это без шансов. Это без шансов. Для опорника. Это без шансов. Для нападающих даже. Ну. Нападающие еще в принципе могли накрыть. Но. Я не знаю. Алан Волкер тоже. Я не скажу. Что Алан Волкер здесь виноват. Шесть мячей. Алан Волкер пропустил. Но. Шесть таких мячей. Которых сложно среагировать. Которые залетают. Прямо с такой силой. Что. Там даже. Не знаю. Там даже. Эльман. Джо МВД. И. Мерфи. В одном скеле. Были бы не смогли затащить. Это очень сильно. И. Ну. Крутые голы забивает Арсенал. Но ничего. Два мяча. За пять минут реально забить. И посмотрим. Как это будет. Меняется опять сторонами. У нас. Да. Шесть. Пять. Все. Все. А не. Шесть четыре. Да. Все верно. Я говорю. Шесть четыре. Счет. Так. Это Мане пишут. Это не мне. Сообщение пишут. Это Мане. Дани. Альман. Джо Икинаро. Вот состав. Никто. Никакие замены не производит. Остаются все играть. Так как играли. Наверное. Вижу на поле. Ничего не происходит. Собственно. Альман. Джо дальше тренируется. С мячом. Рой тренируется. Но Рой. Игроки сегодня вообще неплохо играют. Хорошо играют. Хорошо. Нет. Есть. Замена у Арсенала. Есть. И это выходит. Иско Дабл. Кстати. Я вам заявлен. Нет. Иско Дабл. Ну. Наверное. Заявлен. Думаю. Чтобы они бы не ошиблись. Иско Дабл. Выходит. Вместе. Тохинаро. Ребята. Вместо Тохинаро. Иско Дабл. Я понимаю. Если бы счет был хотя бы 6-3. Но все-таки 6-4. И. Иско Дабл. Выходит. Но Иско хорош. У него скилл есть. Я знаю. Я с ним играл. Много играл. Иско давно играть в Мегабол. Вместе с Манджи вроде и начинали они играть. Хотя Манджи быстрее. Раньше начал играть. Мне кажется. Но и Манджи тоже. Так что Иско Дабл. Скилловый парень. Но все-таки Хинаро. Знаете. Это дух Арсенала. Это игрок. Который. Держит Арсенал уже очень давно. Который играет в Мегабол. Уже больше 3-х лет. И это человек. Который уже. Знаете. Просто с одним появлением. Он может поднять мораль команды. И его. Ее скилл. Но посмотрим. Все-таки. Когда-то старые игроки должны уйти. Прийти другие. Другое поколение. Вот и смотрим на Иско Даба. Будем смотреть. Интересно. Замена. Иско Даба у нас не показали на ком играет. На Ибре. Либо на Буфоне. Наверное на Буфоне. Иско играет. Ну. Посмотрим. Может еще покажут. Там показывали. Но я пропустил этот момент. На какой карточке Иско играет. Но думаю что на Буфе играет. Посмотрим дальше. Вот. Челси. Челси нет взамен. Ну Иско. Вот. Как раз первое касание. Иско смеет. Вот здесь матч хороший. Шел подключение. Но здесь. Успеет. Нет. Не успевает. И забивает. Забивает. Челси. Кстати. Быстрый мяч забивает Челси. И это 6-5. Возможен. Камбэк из риэл. Реально камбэк из риэл. Для Челси. Вот здесь манш. Ну как же манш будет. Выбивает манш уже. Видите. Ну смотрим. Интересно. Как Иско еще будет себя в дефе. Потому что Иско в нападении. Конечно будет красавчик. Но вот в обороне. Если. А если Челси зажмет сейчас. Да. А Челси пока зажимает. И за 30 секунд. Челси смог забить гол. И Челси будет идти дальше. Пробовать здесь хороший прострел. Ройчик не смог. Не смог ему попал. Хороший. Неплохо. Ну как бы. Плохо попал ему мяч просто. Алан Волкер. Здесь в дефе арсенала зажали. Челси. Вот здесь Рой. Манджукич подключат. Ну Манджукич агрессивный. Но он же за спину две пустил. Все таки. Два мяча за спину. Все таки вина Манджукича. Как бы. Вот агрессию нужно может. Когда выигрываешь. Вот такую агрессию не надо было включать. Не знаю. Но это тактика Манджукича. Мы не прави ее осуждать. Вот. Здесь хорошую передачу сделал Мандж. Даня может выйти в атаку. Вот смотрите. Мандж одной передачи выводит арсенал в атаку. Хотя здесь Рой может. Нет. Рой все таки успел. Но все же передача была хорошая. Здесь Манджа дает на Дани наверное. Да. Даня с мячом. Даня чуть не уверена. Но зато Рой не смог принять это. Обработать. Мешает. Искадал немножко. Неплохо. 3.30. Времени. Челси. Эль Манджо. Поднимает. Мандж. Между отдает неплохо. Ну. Не смог. Не смог лезть. Ну. Не знаю даже сказать пока. Они могут с них хуже играть арсенал или лучше. Но все же мне кажется с Хинарова было получше бы. Не знаю. Ну понятно Иску. Попробуй. Хинаров вообще кажется. Вот такое пока мнение. Что незаменим команде. Но посмотрим. Иску пока не может себя сильно показать с сильной стороны. Потому что арсенал в атаке еще не был. Друзья. За 2 минуты игры арсенал еще не был в атаке. Нормально. А для арсенала это. Катастрофа. Это. Ну как. Прям не катастрофа. Но все же. Если арсенал не в атаке. То так опьется. Вот здесь можно пустые выйти. Даня будет забивать. Прокидывает дальше. Даня. Может не надо было этого делать. Да. Наверное не надо было. Может пушки пробовать зарядить. Но это все-таки выбор Дани был. Опять же. Ну первая опасная атака арсенала. Прямо могли на контратаку выйти. Чуть-чуть. Ну. Манджукич вывел идеально на контратаку. То есть на максимально идеально вывел Дани. Чтобы тот забил гол. Но не получилось. Может бы не успевал. Не знаю. Не могу зараслужить. Кстати. Видно что Манджукич уже не подключается. Вот здесь дали пробить. Мандж хорошо на паузе убирает. Дали пробить. И вот. Алан Волкер отдает на Рой. А Рой. На Волкера. Волкер. В центр. В центр. Дани. Вот. Волкер хорошо прокидывает. Здесь Манджукич один. Остается Искадал был далеко. Нет. Ну. Рой. Ай-яй-яй. За спину закинулся. Один голос напомнил на ничью. Вот. Манджукич здесь прочитал. Ой. Что-то слабенько пробил. Слабенько. Слабенько. Ройчик. Ой. Мандж. Хорош. Ну смотри. Искадал там же на подсосе пробует сыграть. Оно не получается. Не получается. Ну нужно в дефе все-таки. Все-таки Арсенал выигрывает. Ну похуже. Похуже. Я пока. Похуже выглядит. Арсенал без Хинару. Опять же. Потому что Хинару больше отрабатывал на защиту. Да. И. Получается что в третьем тайме. Вот смотрите. Какая давочка от Челси. В третьем тайме. Арсенал только раз атаковал. И то в контратаке. Все. Либо в центре поля. Либо. Вот смотрите. Вот здесь хорошо на Дане была. Дане пробивает. Минута двадцать. Напомню. Но если. Вот здесь пас на Искадабло. Но Искадабло проигрывает. Руо его борьбу. Там прям. Правда позиция у Искадабло была очень сложная. Очень там. Вот здесь. Мандж. Ого. Здесь Дане хорошо. Дане вот хорош. Драгбой. Выиграл борьбу. Там важнейшую борьбу. Если бы проиграл там Аллен Волкер. Волкер бы брал уже мяч. Или Драгба бы вообще мог коснул как-то пробить. А Мандж был внизу. Пятьдесят три секунды. Во как вылетает. Опасно для Челси. Ну. Все таки Челси в третьем тайме опаснее. Вот здесь Дане. Успеет. Не успеет. Успеет. Не успеет. Успевает. Дане гол. Забивает. И это наверное точка в этом матче. Семь пять вроде матч. Семь пять. Наверное точка. Не знаю. Но все же. Будем откровенны. Иску хорош в атаке. В защите он не так. Поэтому. Ну. Если бы Арсенал играл. Не знаю. Более слабой командой. У Челси такая. И Челси хорошая. Очень хороши Челси. Очень хороши. Да. Арсенал показался. Я думаю. Свою. Одну из лучших игр. Вот. Серьезно. Если бы Манджукиш не пропускал за спину. То есть два мяча за спину. Если бы Мандж не пропустил. То это одна бы из лучших игр Арсенала было. Я считаю. Мандж такой игрок. Что играет агрессивно. И он хочет еще и еще. Поэтому наверное все таки и шел вперед. А так. В принципе. Игра идеальна была от Арсенала. Поэтому. Если бы Арсенал где-то ошибся. Челси бы его так сразу наказал. Поэтому. В плей-оффе. Не факт. Что Арсенал сможет показать такую же игру. А Челси может даже и лучше покажет. Ну выигрывает. Да. Выигрывает. Все. Мы закончили. Уже смотреть. Выигрывает Арсенал. 7-5. В очень сложной игре. Иску вообще в игру сложно. Почти не вошел. Мы его правда не видели. Но нажимаем Иску. Чтобы он побольше играл в Арсенале. Побольше бы получал игровой практики. И играл все лучше и лучше. И так же считаем Челси. Чтобы они показывали лучше игру. И готовились в принципе к плей-оффу. Чтобы вышли в плей-офф. И там же готовились против серьезных команд. Потому что уже это поражение не даст Челси занять наверное место выше четвертого. Да. Это значит что если Челси не занять место выше четвертого. То есть скорее всего Челси заиграет либо против нам. Либо против Тузов. Либо против Арсенала. Ну а такой Челси который сейчас. Он вполне может их обыграть. Я уверен что может обыграть Челси и на Изи. И просто Арсенал. Тузы. Нам. Просто чуть не повезло в защите немножко отыграть. Ну и Драгба чуть-чуть в этой игре. Мне кажется показал. Не сыграл на 100%. Рой удивил. Рой хорош. Вот. Алан Уолкер тоже в принципе неплохо отыграл. Драгба мне кажется чуть похуже. Но Рокшот Капитан это тоже тот же Хинаро. Поэтому дух команды. И он в себе еще надет. И я уверен что в следующей игре он сыграет намного лучше. Может ему чуть не повезло. Может толкали. Всякое бывает. Все таки Дани играл. Сильная команда. Сильные игроки. И я надеюсь что дальше Челси будет только играть лучше и лучше. Ну а так это был матч. Дороля тут. Тут что. А не знаю вообще кто-то смотрел еще эту игру. Выжили не выжили в этой игре. Вот. Я чат включу. Руслан Снежин.